Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше вещание. С вами в студии Мадина Лайпанова. Всемирный день кошек ежегодно отмечается 8 августа. Не случайно он стал международным праздником, ведь эти четвероногие питомцы наиболее любимы большинством жителей планеты. Кошки улучшают жизнь людей уже самим своим присутствием. Они создают благоприятный микроклимат в доме, привносят в него уют, размеренность и спокойствие. Многие столетия коты живут рядом с человеком, деля с ним печали и радости. Благодарность за это и был учрежден Всемирный день кошек. Сегодня в нашей студии мы поговорим о пользе домашних животных и о том, какие проблемы может решить ваш любимый питомец. Но перед этим давайте узнаем, какая погода ждет нас в эту пятницу. Карачаево-Черкесия преимущественно без осадков. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-18, в горах местами плюс 6-11. Днем плюс 26-31. В горах местами плюс 17-22 градуса. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17. Днем плюс 29-31 градуса. Сегодня в нашей студии присутствует кандидат психологических наук, психолог-консультант Олег Жидяев. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Рады приветствовать вас сегодня у нас в гостях. А тему сегодняшнего нашего разговора я уже обозначила. Итак, Всемирный день кошек. Отмечается 8 августа. В подводке я уже сказала о том, что наличие домашнего животного, оно как бы улучшает в какой-то степени нашу жизнь. Хотелось бы узнать с психологической точки зрения, насколько сегодня действительно полезно держать домашнее животное у себя дома и чем коты могут нам помочь современному человеку. Давайте начнем с того, что в принципе как направление терапии, помощь человеку с помощью кошек, собак, животных возникло не так давно. Буквально в конце 20 века. Вообще из небольшой истории врачи-психиатры впервые заметили пользу домашних животных для лечения психических заболеваний в конце 18 века, когда собаки, это были сначала собаки, конечно же. Первопроходцы наши вечные. Первопроходцами были собаки, да. заметили, что в психиатрических лечебницах, там где присутствует собака, пациенты быстрее излечиваются, менее агрессивны и прогресс, то есть перешли от такого эксперимента, от усмирительных рубашек и применения, так сказать, жестких психиатрических мер, это электричество, лекарства, к наличию рядом животных и получили большие результаты. Немножко это направление затихло в течение 19 века и в 20 веке оно вновь возобновилось, опять же, с собаками, когда британский ученый, британский психиатр заметил в своей клинике, что маленькие пациенты с аутизмом, с психическими заболеваниями, которые приходят к нему на прием, очень внимательно относятся к его собаке и лечение проходит гораздо быстрее и плавнее. Вот в 1969 году он ввел термин понятие пэт-терапия, сегодня это зоотерапия и она делится на многие направления, потому что каждый отдельный вид животных это отдельная терапия. Ну, опять же, отходя от кошек небольшое, мы знаем, все очень популярны ипотерапия, да, лошадки, да, но практически не развита у нас, то есть с собаками это направление канист-терапия, от слова собака канист, и фелинотерапия это вот как раз таки кошечки наши, да. Вот кошки, они в последнее время наиболее популярны в таком виде общения с человеком. По статистике, мировой статистике, вообще в мире более 520 миллионов собак, кошек чуть-чуть меньше, кошек 390. Оказалось бы, наоборот, на улице посмотришь. Да, если кошек. Но вообще, отвечая на ваш вопрос, трудно не заметить влияние домашних животных на человека, да, то есть если мы говорим, что это в семье, в основном, конечно же, в основном домашние животные превалируют у пожилых людей. С чем это связано? Это связано прежде всего с того, что в пожилом возрасте человек остро начинает ощущать свое одиночество, независимо от того, есть у него семья или нет, это прожитая жизнь, это уже осознание пути, подхода к какому-то более глобальному восприятию мира, и поэтому в этот момент человеку нужна постоянная поддержка. Мы думаем, что наше внимание позвонил, пообщался, приехал в гости, этого достаточно, но пожилым людям такое внимание нужно постоянно. И поэтому для этого кошечки, собачки, которые постоянно находятся, которые рядом, да, которых можно погладить с ними, можно поговорить, это же и способность и заботиться о ближнем. Вот у нас вообще это одна из базовых потребностей, забота о ближнем. Есть такое направление зоопсихология. Ведь мы не знаем практически агрессивного поведения кошек, если это не дикие кошки, да? Ну да. То есть мы знаем агрессивное поведение собак, и у человека в большинстве случаев собака ассоциируется с двумя полярными такими мнениями. Первое – это защитник, второе – это агресса. Агрессия, да. Вот. У кошки такой поляризации нет. Кошка – это всегда доброе, игривое, свободолюбивое, свободолюбивое существо, животное, да, которое поэтому… Мягкое, пушистое. Мягкое, пушистое. И большинство людей, конечно же, несмотря на то, что собак больше, в домашних условиях предпочитают заводить кошечку. Когда дети в доме, вот часто тоже заводят животных. Мне кажется, общество, оно разделено на два, как бы, скажем так, лагеря. Одни против, говорят о том, что вот животное может быть разносчиком каких-либо заболеваний, либо аллергии, а есть другая часть, которая, наоборот, говорит, что это прививает ребенку к некую ответственность. И опять-таки, с физической точки зрения, тоже полезно, потому что, как бы, у ребенка укрепляется иммунитет. Вот правда ли это? И как вот все-таки заводить кота, не заводить кота? Что можно сказать? Насколько полезно вообще реально детям контактировать с животными? Вообще, любое живое существо в доме, помимо человека, полезно. Почему? Потому что, во-первых, это ответственность. Помните, да, вот произведение Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц» в ответе за тех, кого мы приручили. Если эта базовая установка у ребенка сформирована хорошо, на примере домашнего животного, то эти отношения будут перенесены во взрослую семейную жизнь. То есть могу сказать, что по отношению к мальчикам наличие кошки в доме и бережное отношение к ней, если действительно ребенок заботится о ней, формируют в ребенке такие качества, как ласка, позитивное отношение и уважение к женщине, любовь, понимание. Это базовые вещи в семейной жизни, которые укрепляют брак. И все-таки кошка, она, как я уже говорил, взаимной любовью отвечает. Формируются некие отношения, которые в дальнейшем будут помогать этому человеку чувствовать, быть более эмпатичным, быть более понимающим. Кошки, они свободолюбивые, они хитрые, пластичные, очень пластичные. Мы говорим и о пластичности психики тоже, способность подстраиваться, способность быть всегда, понимать другого человека. Вот эти животные учат этому, потому что если в семье собака агрессивная, это значит только одно, что собаку так воспитали. Помните, как в мультфильме, да, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. То же самое по отношению к людям. Человек бывает кусачий только от жизни собачьей. Вот поэтому этот перенос психологии взаимоотношения, он очень легок. И если мы говорим о брать животного в дом или нет, все зависит от индивидуальных способностей и индивидуального восприятия организмом человека. Если у человека аллергия на шерсть или на какие-либо другие, грубо говоря, ну... Понятно. Как бы факторы наличия кошки, да? Да, кошки или животного. Я думаю, что для этого не обязательно заводить животного. У нас существуют приюты, в которые можно сходить, где можно пообщаться. У меня эту проблему в семье решают мои родители, у которых семь котов, и они живут в своем доме, и мои дети приходят и играют с этими животными, с котами, и они очень любят и едут туда. Удачно у вас все сложилось, да? Да, но, к сожалению, я, ну, наверное, я не сторонник в квартире заводить домашнее животное, особенно собаку, ну, и кошку. Поэтому вот если в своем доме мы бы жили, я бы, конечно же, завел, да. Ну, раз мы заговорили про приюты, хотелось бы сказать, что у нас в Черкесске есть такое место, где заботятся об обездоленных животных, и где на самом деле можно найти себе пушистого друга, и, как вы сказали, либо приходить и навещать, заботиться, да, либо можно даже забрать домой. Мы совсем недавно побывали в таком приюте, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет об этом. Итак, внимание на экран. Решили завести кота или кошечку, но не знаете, где их взять? Ответ прост – на улице или в приюте для животных. А еще можно наведаться в госпиталь для тяжелобольных животных «Белый клык» и присмотреть пушистого друга именно здесь. Из плюсов – все животные чистые, стерилизованные, обработаны от паразитов и привиты. Бонусом – невероятная преданность и тепло от любого здешнего питомца. У нас кошки в основном инвалидов мало. Вот она у нас инвалидка, потом он там Арсений слепой, и еще одна трехлапая, из гастрита. А остальных кошек нам подкидывают, а их никто не разбирает, поэтому как бы здесь держим. Мы вообще кошками не занимаемся, мы собаки-инвалиды у нас, а кошки-то так. Вот эту мурлыку нам привез Вася, ветеринар, потому как ему подкинули ее на крыльцо с переломанной лапой. Он ей отрезал и принес нам. Кошка очень ласковая, вот смотрите. И она так, он говорит, если бы она не мурлыкала, я бы, наверное, вот видите. Ну, она ходит на лоточек, она умничка, может, кто возьмет девочку. Посмотрите, какая она красивая, чистенькая, ухоженная. Они у нас все обработанные, все. Еще одним плюсом животного из приюта является его возраст. Да-да, именно так. Почему-то многие думают, если заводить домашнее животное, то это должен быть котенок, которого можно воспитать и получить идеального питомца. Но не всегда люди понимают, с какими сложностями они столкнутся, пытаясь приучить его к горшку или научить есть сухой корм. А в приюте все животные уже научены манерам, неприхотливы и безумно ласковы. Арсюша у нас от рождения слепой. Тоже вот кота нашли, принесли. Ну, тоже на лоток ходит. Он ходит на лоток по запаху. Спокойный кот. Вот, ласковый тоже, да, Арсюша? Его тут любят, все приходят. Его, вон, смотрите, он садится там, на спинку кому-нибудь залезет. Когда мы вагончики убирали, он, вон, видите, ласковый котик. Тоже подбросили. Слепой никому не нужен, подкинули. Видите, у него глазок нет. Почему лучше взять животное из приюта? Потому что из приюта, во-первых, вы берете из приюта, вам животное будет благодарно очень. Оно вас будет любить, оно вам будет, ну, как подарок судьбы, что ли. Вот, потом, во-первых, они уже у нас обработаны все, чистые. Вы уже берете, как бы, животное без всяких болезней, без всяких паразитов, без блох. Ну, еще вы делаете очень благое дело. Вот уже несколько лет Наталья Желонкина является волонтером белого клыка. Как рассказывает женщина, несмотря на то, что основными обитателями госпиталя являются собаки, кошек им тоже часто подбрасывают, или же сами волонтеры находят раненых и измученных пушистиков. История каждого из них – отдельная драма. Именно поэтому волонтеры очень хотят, чтобы каждый кот или кошечка нашли своего заботливого хозяина. Я бы очень попросила жителей Карачаева-Черкесии, чтобы они стерилизовали своих домашних животных. Потому что, когда вы их выбрасываете, они привыкают к людям. Значит, они идут к детям, идут к живодерам, над ними издеваются. Мы потом находим придушенных, переломанных. Это вообще страшно. Детки, они рождаются в подвале, они не выйдут к людям, никогда они будут прятаться. Это не грех, что вы стерилизуете кошку, собаку. Грех, когда вы выбросите несмышленышей, маленьких, ни в чем не повинных детишек на растерзание живодером. И с приюта можно взять. У вас проблем просто не будет с этими животными. Мы вас очень просим. Пожалуйста. Приходите, посмотрите. Может, кому-то кто-то понравится. Может, слепыша возьмете, может, без лапы возьмете. У меня дома я вообще забрала эту инвалидку. Она спинальница, у меня никаких с ними проблем нету с ней. Я ее в свое время сцедила, и она по квартире ходит и живет. Она у меня уже живет почти год. Так я сюда ее забрала, так она у меня и живет, и ничего страшного. Конечно, бывают ситуации, когда человек просто не может позволить себе держать кота в доме. Но даже в этом случае можно помочь этим обездоленным животным. Любой желающий может принести корм, медикаменты, деньги или просто оказать помощь в хозяйственных делах приюта. Ну а самое главное, каждый может подарить частичку тепла и любви братьям нашим меньшим. А мы возвращаемся в студию программы «Доброе утро». Я напоминаю, сегодня у нас в гостях практикующий психолог-консультант Олег Жидяев. Олег, мы посмотрели вот сюжет о том, как можно найти пушистого друга. Можно взять его с улицы, либо прийти в приют и вот, скажем так, дать, не знаю, защиту, дом новый, да, и какую-то заботу животным обездоленным. Вы сказали о том, что на данный момент у вас в квартире животное не проживает, но вы пришли к нам в гости, вот тоже, можно сказать, с котом. Вот давайте познакомим наших телезрителей, кто это, что это, для чего, собственно, вы принесли вот эту, я не знаю, игрушка ли или что это такое? Да, это терапевтический кот, его зовут Сева, его выбрали мои дети, и он помогает мне в работе с клиентами. Нет возможности, конечно же, приносить с собой живых животных, да, хотя, конечно, терапевтический эффект вот живых кошек, собак, он больше. Но этот кот тоже выполняет такую функцию, если мы консультируемся с людьми, у которых повышенный уровень тревоги, что, кстати, немаловажно, потому что кот и кошки способствуют выделению гормонов счастья, дофамина и так далее. И вот это знаменитое мурлыкание, да, вот говорят, оно же успокаивает человека. Да, да, оно способствует выделению гормонов счастья, это уже научно доказано, и поэтому, но и сам, сама процедура, когда у вас на коленках, на ногах лежит живое существо, которое к вам относится по-доброму, конечно же, человек начинает успокаиваться, он перестает нервничать, и вот этот котик, он выполняет такую функцию, когда человек... В работе применяется, да? Да, в консультировании, когда клиенту становится тревожно, когда мы проходим определенные этапы консультирования, при которых необходимо вспомнить травматические ситуации, вот нам помогает Сева, и он справляется со своей функцией, поэтому прежде чем завести домашнее животное, кота, возможно, ребенку необходимо просто попробовать посмотреть на общение с такими мягкими игрушками, как ребенок к нему относится, если он поиграл и бросил, то, возможно, ребенок не готов еще к тому, чтобы построить свои взаимоотношения с живым котом, и я хотел бы предостеречь родителей от того, чтобы такое решение принималось импульсивно, почему? Потому что взять животное домой не составляет труда, но потом это животное попадает в приют, если от него отказывается... Это хорошо, если в приют, а так просто выкинуть могут. Ну и скажу, в приюте тоже ничего хорошего, хотя приют очень хорошо заботится, я в этом уверен, о домашних животных, но животное, оно все равно социальное. Любому коту нужен человек, и человеку нужен кот. Поэтому вот здесь, конечно же, нужно очень внимательно родителям смотреть на то, как ребенок относится прежде всего к своим игрушкам, готов ли он морально к тому, чтобы в доме появилось животное, не просто для игры, но ведь это еще и ответственность, и забота. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно научить ребенка заботе и ответственности через, вот скажем так, взятие животного в дом? Конечно, конечно можно, но опять же, если мы говорим о семейном воспитании, то, конечно же, это семейная модель. И здесь двоякая может быть ситуация. Если родители проявляют заботу и внимание по отношению к своим детям, то эта же модель поведения будет транслироваться и на животных. Если же родители проявляют агрессию и применяют физическую силу, конечно же, надеюсь, что такого нет, то ребенок будет это транслировать на животных, потому что так устроена наша психика. Для того, чтобы пройти травмирующую ситуацию, нужно то, что тебе передали. То есть ты получил обиду, ты ее передал, но это не выход из ситуации. И в этом случае животное может тоже страдать. Что ж, Олег, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Я думаю, все наши телезрители, которые сегодня посмотрели наш выпуск, узнали много нового и интересного как о пользе наличия домашних животных, так и о той ответственности, которая несет решение приютить кошку или кота у себя в доме. Спасибо вам большое еще раз. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.